Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по самочку. Играем, как всегда, на GTA 30, сервер номер 01. И, друзья, знаете, давненько не было такого, что мне кто-то присылал модельку моей, ну, точной копии моего автомобиля из реальной жизни. И вот сегодня как раз тот самый случай, я думаю, что вы, в принципе, уже по названию серии поняли. Я единственное, что хочу сказать, я сейчас просто готовлю тут говорить спасибо кому за эту модельку. Я еще ее не видел, прямо сейчас я хочу ее заспаунить, чтобы мы вместе на нее посмотрели. Итак, друзья, все, что нам нужно сделать, это сделать коллкар и элегия. Вау! Вау! Так, 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 подождите. Так, так, стоп. Нам нужно единственное просто выбрать идеальное место, чтобы разглядеть ее. И я вам попытаюсь все детально рассказать и показать. Слушайте, вот это действительно круто. Это действительно круто. Значит, опять же, огромное спасибо следующим людям, которые занялись разработкой этого автомобиля. Я, кстати, оставлю ссылку на пост, там, где, соответственно, и будет ссылка на скачивание. Это в группе ВК, я так понимаю, mods for my wingles. Ну, это, наверное, ребята, которые делают моды для сампа и, может быть, не только, но для Сан-Андреаса. Значит, огромное спасибо Ярославу Серову, Евгению Касьянову, Владимиру Кораблеву, Антону Тяпко и, в принципе, все. Это те ребята, которые занялись разработкой этой модели, друзья. Ну, а наша задача сегодня посмотреть, попробовать ее. Ну, я могу сказать, что уровень детализации в целом, я думаю, что это вы и так уже заметили, он более чем на высоте. Единственное, что я могу сразу заметить, это, конечно, чуть-чуть колеса большеватые. Ну, точнее, они, может быть, не большеватые, но из-за того, что тачка сидит слишком низко, видите, колеса через арки видно, причем все четыре. Ну, это не сказать, что прям, конечно, косяк, но, тем не менее. Еще я сразу заметил, что почему-то фары не горят. То есть, вот они как бы, ну, я вот зажигаю, фары светят, но не горят. То есть, не обычные фары, не люстра на крыше. Ну, ладно, люстра на крыше, это понятно, что вот если бы фары обычно зажигались, то да. Так, теперь, друзья, я предлагаю рассмотреть более подробно. Соответственно, диски, да, я согласен. Сам винил, ну, тут вообще как бы без каких-либо вопросов, это действительно тот самый винильчик, если можно назвать его винилом. Раскраска искры, ну, то есть сиеры, которая у меня до сих пор есть, пока что еще решается ее судьба, я имею в виду в реальной жизни. Так, фендеры, люстра на крыше. Ну, по раскраске вопросов у меня нет. Конечно, сложно ее сейчас сравнить, потому что, на самом деле, тут раскраска сама по себе такая максимально необычная. Слишком много всяких элементов, но я вот, например, какой-то непохожести, несхожести не вижу. То есть, в целом, вот, ну, капот, да, такой, звездочки, там, где надо. Например, ебать, я опасный со стволом, я просто прицелился, чтобы посмотреть. Стрелочка, блядь, это было сейчас, у меня аж голова закружилась, я лучше так не буду с оружием делать. Внутри! Так, значит, что мы имеем? Ручка КПП. Конечно, ручка КПП не такая у меня, ну да ладно. Ручник точно такой же. Салон, руль. Ну, в принципе, руль, да, плюс-минус. Салон, ну, более живой, конечно. Сидения не такие, здесь какие-то ковши. Если у меня был такой салон в Сиере, я, конечно, был бы очень рад вот этих всяких... Что там у нас, подождите, я сейчас пытаюсь глядеть. Давайте сяду за руль, что я парюсь-то, так будет виднее. Так, вау! У нас даже зеленым подсветка. Смотрите, что я могу сразу сказать. То, что спидометр здесь от американки в милях, ну, это все фигня на самом деле. Блядь, детализация салона на уровне, да? Блядь, ну, вот этих датчиков у меня, конечно, нет. Магнитола, а-ля, плюс-минус, кстати. Кстати, подождите, она, по-моему, даже такая же, как у меня. Я, правда, не знаю, я ее вроде нигде не светил. Ну, ручка КПП какая-то деревянная, только не как у меня. Ручник точно такой же. Точно такая же палка, в принципе. Электростеклоподъемников у меня, правда, нету. Но, слушайте, сам по себе салон очень даже годный. Очень даже годный. Ну-ка, никаких пасхалочек нет сзади, может быть, обычно там где-нибудь... Липтон заваляется или еще чего-нибудь. Ну, вот с колесами основной. Ну, по-моему, ребят, качество модельки просто на высоте. Поэтому, если кому интересно, то, как бы, я, опять же, оставлю ссылку на пост. Вы сможете скачать. Так, ну, номера, само собой. Ладно, давайте я закрою заднюю дверь. Сейчас надо будет, правда, присесть назад и выйти, чтобы... А, присесть назад. Ну, да, это Шелегия. В этом весь я. Так, друзья, теперь я предлагаю, в принципе, прокатиться. Так, ну, банка, кстати, тоже. Ну, плюс-минус. Нет, я не скажу, что внешне это очень годная моделька. То есть, вот, единственное, в принципе, то, что вот, ну, прям вот бросается в глаза, по крайней мере, сразу, это то, что фары не светят. И то, что колеса чуть большеват. Хотя, опять же, смотрите, на ходу даже глаза и не бросаются, реально, как будто... Ну, так, плюс-минус. Так, ну, естественно, мы можем наваливать пля. Я бы хотел, чтобы Sierra у меня также валила боком по сухому. Но на том моторе, который сейчас там, конечно, это невозможно. Поэтому, собственно, не так давно на канале был ролик, где я говорил, что... А что, может быть, туда что-нибудь мы свапнем? Потому что иначе тачка будет просто стоять. Но я думаю, что вы видели этот ролик, поэтому, в принципе, повторяться не буду. Так, что по самой модельке еще можно заметить? Надо посмотреть повреждения. Давайте посмотрим повреждения. Значит, морды, бам. Их, походу, и нет, да? Так, а вот повреждений, походу, нету вообще. Да? Да, походу, их вообще нету. Или есть? Нет, ну, она бы уже разбилась, я думаю, да? Так, подождите, капот открылся. И все. Капот... Ебать там. Подожди, что там? А, ну, косморский мотор. Бля, ну да, было бы неплохо, если бы он там был. Изначально он туда и должен был вставать еще зимой, но на зиму решили ускорить процессы, как бы, чтобы не свапать. Короче, ребят, как таковых повреждений нет. То есть машина не царапается, двери не мнутся, багажник там, капот... Да, ничего не мнется, только капот у нас отлетел. Давайте посмотрим жопу теперь. Попробуем жопу удариться. Может быть, жопа... Что там, тоже багажник просто откроется? Не, вообще она не бьется, да, видите? Тачка уже почти все, сейчас готова взрываться, но повреждений, к сожалению, нет. В итоге мы имеем три минуса. Тачка не повреждается вообще, в принципе, кроме капота. То есть я не знаю, что еще может здесь произойти, конечно. Может быть, еще что-то можно оторвать. Капот отрывается просто так, не мнется, просто отрывается. Открывается... Ну, он, наверное, оторвался только из-за того, что открылся. Соответственно, это уже сама просто физика Сан-Андреас. Дальше. Это колеса, которые у нас, к сожалению, ну, все-таки вот как-то бы их чуть-чуть припрятать. Причем, мне кажется, можно не размером колеса это все сделать, а как-то что-то еще другое придумать. Не, вот если шифт поджимать, тачка, то есть, получается, с дрифт-модом немножко поднимается, и так вот выглядит ничего. Но тогда развал какой-то странный очень становится. Кстати, резина еще что, вот если из плюсов обращать внимание, резина, по-моему, у меня как раз кунг-хо, вот эта вот резина зимняя, шипованная, то есть, шипы даже вон есть на всех колесах. Да, на всех колесах резина та же самая, диски. Ну, то есть, в принципе, похоже. Единственное, передний бампер, передний бампер, он... Мышка, блядь. У меня последний раз замечается, да, что мышка просто отказывается как-то подчиняться мне. Передний бампер, он слишком низкий, он, конечно, не так низко расположен, тут он прям как будто уже шкрябает по асфальту. Ааа, и как бы там, ну, слушайте, нет, в целом-то похоже, но его чуть-чуть бы сделать просто по, так скажем, как это вот назвать-то, не длина, блядь, а высота, высота, да, чуть пониже его сделать, чтобы он не так сильно торчал. Он, конечно, торчит, но не настолько. Но так, в целом, кто хочет, допустим, иметь модельку искры, кому, в принципе, не важны повреждения, важны повреждения, и кто там не собирается, ну, просто хочет вот точную копию в одной раскраске иметь, то, в принципе, моделька заебись. Опять же, вот на ту же Элегию поставить, боком понаваливать, почему бы и нет. А, ну, еще нет, смотрите, этот, от закиси азота. От закиси азота не видно этот огонь. Ну, это тоже, в принципе, мелочь, я думаю, что там, грубо говоря, это делается все за один штрих, но, как бы, я же должен обратить внимание на все плюсы и минусы. Так, вот сейчас вот в тему я иду на гору. Бля, если Сиера так в гору дрифтила, мне кажется, я бы просто не знал бы никаких проблем и оставил бы ее на всю жизнь. Но, к сожалению, чтобы она так вот ебашила, это надо уже... Бля, ну, Элегия все-таки дает. Не, ну, опять же, да, если кто там любит больше подрифтить, пофаниться, не обязательно там, я не знаю. Ну, просто, да, моделька для Сан-Андреаса, мало ли кто как играет там с модами, дрифт-модами. Мне кажется, что вполне себе норм. Ну, и даже так вот, если даже на Тринити вот играть, например, как бы Элегия, то есть она тачка, которая дрифтит, особенно если у вас тоже стоит дрифт-мод, то почему бы и нет? У меня просто, помните, долгое время стояла матрешка, вот. Не, по качеству, смотрите, если вот так вот, да, более детально, опять же, пройтись. Вот детализация охуенная, то есть вот сама Сиера, посмотрите, да, вот, что взять, что по краску, что саму модельку, она охуенная. Она похожа, но есть вот небольшие косяки, но мне кажется, можно на них даже и закрыть глаза, потому что сам факт того, что вот это вот все вот настолько похоже, то есть, особенно если смотреть издалека. Не, очень крутая, потому что есть просто модельки, которые, да, может быть, похожи больше в чем-то или, может быть, имеют повреждения, но они просто вот именно детализация охромает. Здесь же, как мне кажется, все на уровне и как бы понаваливать на Сиере в Сан-Андреасе хотя бы, да, потому что, опять же, я говорю, на данный момент Сиера не валит боком, потому что уже сухо. Ей это будет даваться очень с трудом, вообще ей просто не будет даваться с такой мощностью, которая там сейчас. Но, если бы там был JZ, например, то было бы примерно вот такая вот тема. Бля, вот эта трасса охуенная все-таки, мне кажется. Вот примерно так. Ну и фары, конечно, непонятно. Вот мне кажется, что это, возможно, даже в чем-то, знаете, может быть, в чем, хотя в чем моя, может быть, мой косяк. Да, вот повреждения. Повреждения это действительно тоже, ну, как бы основной, наверное, минус, потому что их просто нет. А вот что касаемо фар, мне кажется, что это, возможно, даже что-то как-то от меня зависит. Хотя хуй знает, что я мог сделать не так, что у меня фары, блядь, не светят. Или с колесами. Ну, с колесами тоже, опять же, видите, может, их можно было сделать меньше, но они вообще-то выглядели настолько убого, что решили это. А так, конечно, огромное спасибо ребятам. Мне в любом случае всегда приятно видеть, когда делают какую-то копию моей машины. В принципе, так давно уже повелось, что я помню, наверное, самое первое, что было-то. Да я помню, что еще Infinity. Ну, Infinity, опять же, у меня был как обычный финик, да, вот QX80. Его просто там номера там делали, я помню, еще тонировочку. То есть тогда-то было приятно. А тут такая копия, то есть, ну, все равно это же нужно найти модельку Сиеры, как я понимаю, нормальную. Ее доработать, ее перекрасить, ее там подштриховать, сделать именно те элементы, которые у меня на тачке. И уже после этого всего... А может быть, вообще эта моделька с нуля создавалась, мы же не знаем. Поэтому мне в любом случае приятно, то есть, ну, и с геликом там, да, и с GTR, я не знаю, и РС-ка. То есть, ну, сколько всего. И всегда, как бы, кто-то что-то делает, создает. И это очень, конечно, приятно. И тем более, я думаю, приятно также и моим зрителям, кто хочет, например, покататься хотя бы в игре там на какой-нибудь из моих машин, почему бы и нет. Я вот сам ставлю эти модельки и тоже кайфую. Учитывая, что они все у меня есть, допустим, эти тачки в реальной жизни, но в игре-то тоже приятно иметь свою машину. Поэтому, я помню просто раньше, даже в детстве для меня было как бы, ну, я думаю, у всех такая тема есть. Когда особенно там, знаете, играешь какую-нибудь игру, на которую мода не ставится. И вот выходит там, не знаю, новая NFS-ка. И ты там хотя бы вот думаешь, вот, блядь, была бы машина там, не знаю, как у моего там бати, например, или у деда там, я не знаю. Или просто в семье есть машина, и ты хочешь, чтобы она в игре хоть какой-нибудь была. А тут получается, что чисто вообще копия автомобиля того, который у тебя есть. И это, конечно, вдвойне прикольно. Ну, собственно, как обычно, друзья, ссылочка будет в описании. И как всегда это и происходит, если я тестирую какую-то модельку, то... Если кто-то, да, мне присылает именно из моих копий. А, ну, Тундру тоже делаю. Ну, вообще всё, по-моему, что у меня было всегда модельки для Сан-Андреаса. Это прям классика. Это прям реально, ребят, как традиция какая-то. Бля, вот, ну, бампер низковат. Не, ну, есть косички, но в целом, вот, реально, если бы не такой уровень детализации самой тачки, да, были бы, как бы, эти минусы более заметны. Но, учитывая всё, вот, если взять, то, мне кажется, на твёрдую четвёрочку это точно тянет. А если, может быть, на пятёрочку с минусом, потому что, мне кажется, вот эти все... Ну, вот повреждения, да, непонятно, почему их вообще нет у этой модельки. Наверное, для меня самый главный минус это вот это всё-таки, то, что нет вообще повреждений. Остальное всё, как бы, это ерунда, и, мне кажется, это мелочи, и, в принципе, легко исправляется. Так что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик. Увидимся совсем скоро. Всем удачи, друзья. До новых встреч. Так, вот сейчас, блин, надо было тут красиво продрифтить. Давай, 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 давай. Кизывол небольшой. Давай, давай, почти кизывол 2. Всё, ребят, увидимся, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.